Ребята, всем привет! Новый влог, и он начинается в машине, потому что я встала, позвонила записать Вивьену на стрижку, мне сказали, типа, то, что сегодня, к сожалению, нет места, и я такая, ну ладно, села, такая расслабилась, и мне буквально через 5 минут звонят и говорят то, что какая-то собачка там отменилась, в итоге приезжайте как можно скорее. Я просто побежала быстро собираться, поэтому не успела вам ничего дома нормально записать, сейчас мы волосатую собачку отвезем на стрижку. Морда шоколадная! Короче, Слава уехал, сегодня утром я его провожала, и это была жесть. Попозже расскажу, как отдам Вивьену, а то совсем неудобно. Я отвезла Вивочку на стрижку, оставила ее, написала Карине, поскольку она уже прилетела в Москву, я написала Карине то, что я оставила Вивочку, у меня есть час двадцать где-то, и предложила Карине поехать покушать куда-нибудь, и, наверное, мы сейчас заедем в Братик Кроваево, поскольку я там давно не была, я хочу капучино, ну, перекусить, хотя дома у меня есть вкусная колбаска. Вот, просто не особо хочется заезжать домой, потом выходить опять, ехать за собачкой, поэтому я лучше это время покатаюсь где-то, схожу покушаю, потом заберу Вивочку, и мы вместе счастливые поедем домой. Слава мне пишет, говорит, ему дали микрофон, такой он крутой вообще, конечно. Короче, не знаю, я так на самом деле счастлива, что вчера сходила на это шоу, я не могла очень долго уснуть, и даже не ложилась спать, поскольку... Ну, у меня прям такой, ну, не адреналина, типа эмоции, эмоции от того, что я была на каком-то суперкрутом концерте, я не знаю, ну, реально, это концерт, там люди выступали же, пели. Хотя это не концерт как бы, да, а там конкурс, еще что-то, но в любом случае, в любом случае было очень классно, я очень заряжена позитивной энергетикой. Мне очень понравилось, Слава вот туда поехал с самого утра, он сегодня встал в 7.30, я тоже встала примерно в это время. Сделала ему омлетик, бутербродики с собой завернула, сделала ему грим, вот, чтобы он в кадре был шикарный такой, с идеально ровной кожей, все такое. И он поехал, бедненький мой, хорошенький, с самого утра там сидеть. Ну, это реально сложно, ну, сложно сидеть, стоять постоянно. Это нелегко. Сейчас я припаркуюсь, чтобы Карину получше ждать. Как-то стою там как лох. Ох, вот, настроение у меня очень хорошее, и я хочу еще раз туда пойти. Нас же звали туда еще на большую программу, вот, как раз сегодня Слава поехал. И зовут также в другой день, будет финал, как раз на него тоже зовут, и, наверное, я все-таки пойду, поскольку это еще уже неделя влогов будет. Просто в неделю влогов, вот опять, кто-то оставил комментарий перед тем, как я вышла из дома, кто-то написал то, что, ой, говорила, такой интересный видос будет, вы там все время болтаете в машине, только пять минут на этом шоу снимаешь. Вот именно поэтому я не поехала сегодня, потому что я понимаю, что это будет еще меньше чего-то интересного, поскольку я буду весь день с утра до ночи сидеть там. А там снимать на самом деле нечего, то есть показать особо нечего, помимо того, что ты сидишь на этой стене, что-то происходит, а во время съемок ты не можешь снимать, потому что всю стену видно, всех людей видно. Там даже говорили в микрофон, вот это вот, кто там за кадром находится, чтобы все, кто сидят на стене, не занимали всякой фигней, потому что всех видно. И там съемки постоянно, это не так, что типа сняли, и где-то полчаса там что-то не снимают, или 10 минут что-то не снимают. То есть нет, ты там, как сел ты на эту стену, вот 6-5 часов ты там сидишь на этой стене, и постоянно съемки. Перед тем, как выходит человек, снимают, вы должны сидеть и обсуждать того, кто выйдет. То есть перед тем, как кто-то выйдет выступать, видимо, это как раз тот момент, знаете, когда показывают вот эту визитку человека, который пришел выступать, где он рассказывает про себя. И как раз в этот момент, грубо говоря, мы сидим, болтаем, обсуждаем что-то, и вот те, у кого петличка, микрофон такой, все, что они обсуждают, будет слышно. Но у нас вчера не было таких микрофончиков, поэтому мы могли просто сидеть и обсуждать, например, что мы кушать будем завтра, или, не знаю, кто устал, кто не устал, у кого ноги болят. Вот, и нас не слышно было, а Славу сегодня будет слышно, поэтому ему еще больше придется там сидеть и не расслабляться сегодня. Пошла Карина. Карина, тебе пришел, подружка. Уйди, я не буду с тобой целоваться. Ты что ты прикалываешься, блин? Я думала, ты прикалываешься, а потом я смотрю Славу в блог, потом твой блог смотрю, и они такие по-серьезски, мы не будем с ней общаться. Ну, не, я думаю, все с тобой нормально. Конечно, нормально, в Корее пару человек к тому моменту были заряжены. Да не, на самом деле, много всяких ситуаций произошло, после которых я подумала, сама в Корею поеду сейчас. Ну, в общем, кстати, у меня видос, первый блог какой-то, где я там рассказывала про вот эту вот всю тему, коронавирус. Сейчас что там по телеку говорят, мне его не заблокировали, а написали, что не подходит большинству рекламодателей, ты прикинь? Реально? Да. Ну, типа из-за того, что я там такие темы... Запикай то, что я говорила про корону. Просто корона. Ты в шоке, я вчера с Николаем Басковым тусовалась и с Сережей Лазаревым. Ну, я не знала этого. Ты не видела мои сторисы? Сторисы видела, но ты показывала на сцене кого-то, я даже не знаю, что ты с ними тусовалась. Я вчера с Басковым болтала. А, болтала? Да. Мы с ними знаешь, когда болтали с тобой? Я знаю, когда у Ани Шурегиной день рождения был, 22 года. И что, он тебя узнал? Ну, не знаю, вряд ли он меня узнал. Вряд ли он узнал. Вряд ли, конечно, он меня узнал, но было прикольно. Не, ну, я уже рассказывала в вчерашнем блоге. Там же, типа, не знаю, ты, наверное, не видела это шоу, но там суть в том, что сидит 100 человек на стене. Всегда разный состав? Ну, я думаю, что там есть какой-то, типа, звездный состав, который всегда там. Там же очень много всяких педагогов известных, людей, у которых грэмми, ну, по вокалу. Все, кто связаны с музыкой, там есть. То есть, если ты не связан с музыкой, тебя туда вряд ли посадят, ну, не посадят, короче. Поэтому у меня такая, вай-вай, конечно. А что же поэтому взяли? Ну, да, потому что я певица, жилья, врага. Не, я думала просто из-за того, что вы блогеры. Не, не. А не из-за того, что вы певцы. Ну, Слава, ты певец вообще. Ну, короче, и... Ну, там, ну, меняются какие-то люди, да, но в основном там всегда... Блин, я сюда зря поехала, ле. Да, знаю. Ну, ладно, развернусь. Я вчера там была, ты прикинь, я обратно пешком шла. Сумасшедшая. Туда меня брат довез, а брат... На самом деле, через парк проходишь насквозь. Да, и вот вы стояли. И вообще класс. И вообще чаще не хожу. Вообще, ребята, ноги нам на что даны? Чтобы ходить. Не, ходить обязательно надо, на самом деле, чтобы просто здоровым даже быть. Потому что в старости начинается там с вейнами, еще что-то, проблемы. И надо ходить, двигаться. Сказала Юля. Но я не люблю ходить. Но надо. Обожаю. Блин, мы с Кариной не виделись лет сто, поэтому мы с ней поболтаем, что-то обсудим. Да, мне столько всего есть тебе рассказать. И просто с ней не представляешь. Я другой человек уже. Что? Что? В смысле, ты другой человек? Что-то, много чего произошло. Блин, все, пока. Мне столько надо узнать. Ты знаешь, наша реклама «Братья Караваевых» работает на отлично. Да. Вчера девочка ко мне подходит, говорит, я не из Москвы. Привет. Я так не ожидала здесь увидеть. Думаю, дай зайду у «Братья Караваевы». Мои любимые блогерши сюда ходят. И она увидела меня. Никуда. Ага. Билет здесь редко можно увидеть, если редко стало ходить. Да ты в целом даже, когда ходишь, чаще всего берешь с собой, мне кажется. Хотя раньше нет, наверное. Не знаю. Не, по-разному было. А у тебя будут в неделе в логике? Я уже даже знаю, когда. Что? На сегодня? Когда? Короче, я заказала себе виток в программу на субботу. И в воскресенье. И хочу начать снимать, наверное, с пятницы. Потому что хочу снять немного подготовки к этой детокс-программе. И потом детокс-программу. И потом еще снимать. Детокс-программу я буду пить только соки. Я хочу очиститься. Это пролезло, знаешь, для чего? Для сна. Я хочу наладить режим. От того, что мой организм очистится от всяких сахар, всякое вот это вот все. Я думаю, что я буду... Ну, может быть, два дня не поможет. Но, типа, есть заход с детоксом и выход с детоксом. Возможно, будет вниз совокупно, и я себе нормальный режим делаю. Я не из-за похудения это делаю. Я просто хочу очиститься. Это, типа, полезно. Я не доела себе. Я после тебя есть не буду. На, поедем. Все, если сможешься привычку забирать. Никогда я помню. И у тебя блатная соня. Фонтировать влогу скорее. Интересно. Он сейчас наберет больше из-за всей этой суеты. Невкусная сегодня рыба. Очень мягкая. А в утре ничего. У меня слишком рыбная рыба. Как вам это объяснить, я не знаю. Ну, типа, очень ярко выраженный вкус рыбы. Мне наш папа говорил, что это плохо. Она не должна сильно пахнуть рыбой, рыба. Ну, то есть, она рыба, но... Так, я уже отвезла Карину. Сейчас еду за Вивочкой. И пошел снег. Как всегда. Что-то надоело мне эта погода уже. Вот, с Вивочкой мы сейчас домой поедем. У нас сегодня такой спокойный, приятный домашний день. Безумное количество домашних дел накопилось. Серьезно. А еще, вы офигеете, помните, в какой-то неделе влогов, может, месяца два назад, три назад, я разбиралась у себя в столе, в моем рабочем. И я там разобралась, все круто. И знаете, там сейчас такой бардак. Там просто ужасный, ужасный бардак, кошмар. И мне хочется там тоже как-то разобраться. Но не знаю, сегодня я это сделаю или нет. Вот. И вообще, я люблю порядок и чисто. Многие у меня спрашивают, когда мы продолжим делать ремонт дома. Мы же пока поменяли только обои в одной комнате. Так вот, чувак, который менял обои, он же у меня, короче, в хате делал ремонт, когда я только переезжала в квартиру. И, ну, и поэтому нам спокойнее и комфортнее, чтобы он там что-то менял тоже, поскольку мы знаем, что он сделает это хорошо, качественно, быстро. Вот. И не за какие-то там бешеные бабки, что вот там я звонила по интернету. По интернету звонила ли? В интернете находила, кто меняет обои. И мне там такие ценники, конечно, ставили. Вот. А наш чувак просто пришел, аккуратно все снял. Чистенько, аккуратненько все на место поклеил. Новые обои. И вот прям мне нравится. Два дня заняло, чтобы он поменял полностью этот. Вот. Ну, возможно, мне кажется, он даже из-за один бы день справился. Не знаю. Так что вот, сейчас я Вивочку заберу. Нужно только припарковаться. Кнопочку мою спештую. Думала не стричь ее. Зима же. А потом подумала, ну какого фига. Она у нас постоянно все равно ходит в этих комбинезонах. Ничего страшного. Постригу ее. Дома, конечно, не очень удобно, когда собачка супер волосатая. Хоть она у нас и не линяет. За собачонком. Своим ребенком. Как там Слава, бедный? Вообще в шоке с него. Он сегодня поздно приедет. А я хочу сегодня дома порядок навести. У меня прям желание обещано. Мне нужно постирать вещи, разложить. Короче, хочется красоту навести. В общем, ладно, пошли за Вивочкой. Вивочка, да успокойся. Дай я посмотрю хоть до тебя. Ты мой хороший. Привет. Так, мы только что с Вивой зашли домой и... Ой. Я сегодня не красилась. Ну так, тон нанесла только. Блин, у нас такой срач на попе. Блин, у меня теперь все лицо чешется из-за Вивы. Потому что она прикасалась к моему лицу. Своей мордой. А у нее там маленькие волосики. Под листрижки. Я взяла брать в Караваевых две котлетки. Салатик. И гречки. Потому что когда приедет Слава, он захочет кушать. Хотя вообще-то, в принципе, я могла бы грудки сделать. С той же гречкой и салатиком. Грудки вообще до какого? Пятое, нуль, второе. Блин. А сегодня какое? Четвертое. Твою мая, значит, надо их делать срочно. Ладно, разберемся. Виве надо дать вкусняшку. Она ее заслужила. У нее был долгий день. Там вкусняшки? Да. Сегодня мне прислали маски офигенные. Сейчас я вам их покажу. Мне прислали маски вот этого бренда. Мне Карина на день рождения дарила какую-то маску желтую, по-моему. Да. И мне она безумно понравилась. И после вот этой маски я начала пользоваться вообще, в принципе, больше масками, потому что до этого я особо ими не пользовалась, поскольку никогда не видела никакого эффекта, результата. И мне всегда, ну, тупо было. И мне, короче, прислали целую кучу этих масок. Я очень счастлива, потому что они очень классные. Так, тут еще. Еще. Вот еще. Какие мне прислали? Две синие, две серые, две розовые, две желтые. Ну, короче, каждую по две прислали. И еще каких-то тканевых масок тоже кучу прислали. Ух ты, прикольно, гляньте. Ва-а-а! Я буду вся в масках! А что это за маски такие? Вот такую еще маску прислали. Вот это что? Клево, короче, очень рада. Маски рулят. Ну и вот, я стала фанатом теперь масок. Это просто тканевые, а это вот такие, короче, прикольные. Другие тканевые я такие еще не пробовала, поэтому безумно интересные. И я очень рада, что у меня их теперь целая куча. Потому что я сама, на самом деле, на маски трачу большое количество денег. Потому что реально заметила какой-то результат. Я прям в последнее время очень часто масками пользуюсь. Блин, это здорово вообще. Очень круто. Так что пока я это все убираю, пока у меня, думаю, непорядок. И раскладывать мне это пока некуда. Чтобы тут не разводить помойку. Ведь она уже здесь. На моем столе просто ужасно все. Чашка, чашка. Мусор у меня. DKNY мусор. Все в мусоре. Вот это все мне. Вот это все мне. Зачем, Биба? Так что, короче, сегодня буду убираться, наводить порядок, чистить кисточки. На кухне вообще срач лютый. Две тарелки с омлетом утренним. Вот что происходит у меня сейчас в доме. А что у меня в столе, мои хорошие? Вы, если бы это увидели, вы бы с ума сошли. Просто. Наверное, я не знаю, буду ли я сегодня много болтать. Мне еще нужно сейчас посидеть по поводу работы. Кое-какие детали уточнить. Еще у нас с Кариной в пятницу съемка должна быть для золотого яблока. Так что, в общем, нужно все эти моменты решать. А еще у меня ужасно отросли нарощенные волосы. И мне нужно делать коррекцию. Но я не буду это делать на неделе влогов. Потому что иначе... Ну, блин, я просижу очень много часов в одном месте, в одном помещении. Я когда выходила, было вообще норма. Сейчас такой снегопад прям. Надоело мне это все. Ой, ножки какие смешные. Фрикадельные. Покажись, а! Угу, сиди так. Сиди так. Да, ты смешная собачка, конечно. Морду покажи. Морду покажи. Сидеть. Да. Ты хорошая собачка. Смешная такая. Папа как обрадуется, когда тебя увидит. Хочу переодеться в более домашнюю одежду. Надеть какую-нибудь футболочку. Может, лосины какие-нибудь. Ну, что-нибудь такое удобненькое, короче. Велосипедки. Лех. Стирать до хрена. О, Настя Фет написала. Не хочу ли я поснимать. А я хочу. Мне как раз нужен фотосет. Настя, привет. Я тебе как раз хотела написать на днях. Я тебе сейчас скажу, когда я могу, потому что у меня съемки на этой неделе будут еще. Так что вот так. Что у меня, блин, по занятости вообще этой вонючей. Шестого могу, восьмого. Сейчас напишу по поводу завтрашних съемок, уточню все нюансы, детали, куда подъехать, во сколько. Ну, я, в принципе, и так знаю, во сколько и куда, но я не знаю, какой зал. Дико угораю, читаю комментарии под вчерашним влогом, и там просто жесть, просто жесть. Пишут то, что Слава очень злой, высокомерный, надменный. Как только не пишут, говорят, что, типа, не согласны, зачем он так говорит, потом говорит это. Ну, кто-то вообще написал, типа, как мы вообще можем вместе существовать. Типа, мы такие сложные, и он сложный, и я, типа, свое мнение у меня. Но на самом деле нормально, мы уживаемся. Вот то, что вы видели в машине, наш такой, типа, конфликт, можно это так назвать, когда у него одно свое конкретное мнение, и он говорит, что... Он не говорит, что мое мнение ничего не значит, ничего не стоит, оно отстойное, просто мы очень оба такие импульсивные, можно так назвать, и, конечно, когда мы не согласны друг с другом, начинается просто жесть. И Слава там говорит о том, что он бы сделал поблажку ребенку, поскольку это ребенок, а я, наоборот, говорю, что я бы не стала делать скидку на возраст, потому что все должны быть равны, и дети, и взрослые, и пожилые. Например, я должна строго судить взрослых людей, там, 20-30 лет, строго, прям вот маленькая там фальшивость мне не понравилась, все, я не встану. А если дети фальшивят, то я должна, ладно, встану, это же ребенок. Нет, это неправильно, ну, я так считаю, потому что жизнь вообще несправедлива. И от того, что тебе 10, там, 15, 12, 13 лет, это не значит, что все тебе должно даваться вот просто вот так вот. Потому что я понимаю, что, во-первых, может быть такая ситуация, что приедет какой-нибудь богатенький ребенок на это шоу, которому вообще пофиг, пройдет он дальше, не пройдет, ему вообще пофиг на этот главный приз миллион, ему просто хочется спеть, чтобы его показали по телеку. А есть также человек, который приедет из другого города, потратит последние деньги на билет, там, на самолет или на поезд, неважно, приедет, и для него это реально единственный и просто пипец какой важный шанс пройти куда-то. Но он не пройдет, потому что его судят строго, а ребенок пройдет, потому что он ребенок. Поэтому, ну, типа, у нас такой конфликт произошел в машине, мы разбирались и злились, конечно, оба. Тоже я, ну, я не согласна с его мнением, поскольку я имею свое вот такое мнение, но это не значит, что он там злой и еще что-то. Кто-то вот пишет, Слава всегда такие умные вещи говорит, вы идеальная пара, согласна с мнением Славы. Кто-то пишет то, что согласна с Юлей, согласна с Юлей, ну, то есть кто-то согласен со Славой, кто-то со мной. Это не то, что кто-то из нас плохой или, типа, Слава злой и плохой. Кто-то написал, что, типа, я злая и не даю детям поблажку, ну, не хочу давать, потому что меня, типа, в детстве обидели. Меня никто не обидел в детстве, у меня вообще вот такое детство и жизнь у меня классная. Просто я смотрю на вещи реально, и мне было бы очень обидно за, блин, своего ровесника, человека, который вышел выступать, там реально, ну, я не знаю, что, для него это может просто все означать. Вот этот конкурс, для него единственный шанс вообще выбраться в люди, стать человеком. А для ребенка, который ребенок, и может еще сто раз передумать и заниматься чем-то другим, для него это просто может по приколу туда прийти. Но ребенок может пройти и дойти до финала, потому что он ребенок. А взрослого человека мы будем судить строго только потому, что он взрослый, значит, наверное, у него больше опыта, да это просто фигня. Вот, и я думаю, что Слава так очень негативно реагировал на наш этот разговор, поскольку он сам всю жизнь ходит по конкурсам и все такое, и когда он там маленький был, наверное, тоже ходил. Ну, я не знаю, честно, я просто знаю, что он выступал, но вот именно чтобы на конкурсы он ходил, это я не знаю, я знаю только то, что он ходил на Хачук Меладзе. И, короче, меня бесит, что в комментах все обижают Славу. Ну, типа, то, что он хочет поддерживать детей только потому, что это дети, и сделать им поблажки, он готов, несмотря на то, что он может нажать «Да», ну, проголосовать «За», встать, но при этом сказать, что это было вообще не идеально, я просто решил тебя поддержать, ну, я могу его понять, но при этом я не согласна с этим. Просто я бы так не стала делать, но если бы он так сделал, я бы ему ничего не сказала, типа, ты что вообще дурак? Нет. Ого, пишут то, что выпуск будет только 27 апреля в комментариях. Я за Славу. Юля так говорит, потому что у неё нет пока детей. Дети здесь ни при чём. Если бы у меня были дети, конечно, я бы как мать, если бы я повела своих детей на такое шоу, я бы молила Господа о том, чтобы даже если мой ребёнок сейчас фальшивит, чтобы никто этого не услышал, и все поднялись и проголосовали за моего ребёнка, я бы как мать так сделала. Но если бы моему ребёнку сказали, что у тебя вот это не тот, ты вот это опять не умеешь, и это вот так и так, я бы своему ребёнку объяснила, что значит надо работать дальше. Вот и всё. Если ты хочешь этим заниматься, надо работать дальше. Это не конец света, это не конец жизни. Это просто стимул. Это мнение экспертов. Сто человек. Но для меня это важно. В том плане, что там же не сидит один, например, не знаю, Серёжа Лазарев, и говорит, нравится, не нравится. Там сидит сто разных абсолютно человек. Сто очень крутых человек. Ну, может, там не все сто супер-пупер, там, добились чего-то в музыке, супер-профессионалы. Да, ну, взять меня. В принципе, я пою, мне это, конечно, очень нравится, и я считаю, что у меня хороший слух. Но при этом, конечно, у меня нет каких-то супер-заслуг, я не сто лет певица и всё такое. У меня всё равно есть своё мнение. Я считаю, что моё мнение тоже очень важное касательно музыки, потому что у меня хороший слух. Я слышу, что это плохо, а это хорошо. То есть это не так, что для меня каждая песня офигенно звучит. Ну, типа, там, наверное, было два раза, когда я не хотела вставать. И один раз я реально не встала. А второй раз я встала только, ну, там, неважно, потом посмотрите. А было такое, что я до последнего не хотела вставать. И я не хотела вставать, реально. Но что-то меня заставило встать, какой-то там момент, типа, в голосе. Я услышала, что круто было. Просто очень часто же песня плохо подобрана бывает. И такие песни, в которых ты даже раскрыться не можешь. Короче, не надо писать про Славу, что он какой-то злой. Ну, вы не думайте, что у нас постоянно какие-то разборки питерские. Нет, ну, даже после этого мы там ничего не ругались. Мы вообще спокойно, с кайфом сидели там дальше. И, типа, всё норм было. Это у нас в пределах разумного, в пределах нормы. Потому что мы оба такие два очень, конечно, горячих человека. И для нас это просто разборки питерские, которые быстро заканчиваются. И я люблю, когда у нас такое. Мне нравится, что мы можем быть несогласны в чём-то. И сидеть, и доказывать друг другу, почему вот так, а не вот так. Мы можем очень долго общаться. Я люблю такое, на самом деле. Потому что если бы я была, например, с ним полностью согласна, или он со мной, то мы бы просто согласились и ехали бы дальше. Говорили, может, о чём-то другом, либо вообще музыку слушали. А так у нас прям, да ты чё, ты понимаешь, если это, 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 потом это, вот это. И это, на самом деле, даже круче. Поэтому для нас это вообще ок. Поэтому всё в порядке, если чё, не надо думать, что Слава какой-то ужасный человек. Вы просто, наверное, не видели, какой бываю я. Мы оба друг друга стоим. И бывают ситуации, когда Слава очень милый, добрый, прям нежный. А я такая, не трогай меня. Вообще забейте. Это, это жизнь, мои хорошие. Для этого наше ложное я, наш ум устанавливает стандарты. Вот что он делает. Ум говорит. Что слушаю я? Типов дизайна человека, что касательно денег. Слушаю всё это и разбираюсь параллельно в шкафу, раскладываю вещи. Я говорила вам как-то в инстаграме своём, что мне все эти темы очень интересны. Деньги для каждого типа, дизайн человека. Вот что я смотрю. Рассказывают просто о том, что для каждого типа означают деньги в том плане. Я только начала слушать, поэтому не особо до конца ещё узнаю, что там дальше будет. Но сейчас про каждый тип рассказывают о том... Сейчас пока я про манифестера слушаю. Хотя я не манифестер, но для меня это тоже интересно. О том, что типа для манифестера в плане денег главное покой. То есть он не должен думать о том, сколько ему заплатят за его любимое дело, если он занимается любимым делом. Если он не думает о том, что вот ты мне не заплатил, моё дело стоит дороже, моя работа стоит дороже, то тогда покоя, конечно же, не будет. И в этом типа проблема там какая-то манифестера, из-за чего он не сможет как-то может там реализоваться. Хрен знает, я не профессионал в этом плане, это просто то, что я слушаю. Сейчас буквально, блин, пять минут прошло. И я вам просто рассказываю, делюсь, чем я занимаюсь сейчас, пока разбираю вещи. Большинство людей, живущих на нашей планете, это генераторы. Две третьих людей — это генераторы. И какова их подпись? Это не подпись, которая как бы говорит «я должен завоевать весь мир». Подпись генератора говорит «я хочу только удовлетворения». Я хочу чувствовать, что эта энергия, которую я вкладываю во что-то, получала вознаграждение, которого она действительно заслуживает, чтобы она была корректна. То, что я делаю со всеми своими ресурсами энергии, должно приносить удовлетворение. Неважно, много вы отдали или мало, ваш ум начинает мучить вас, говоря, сколько вам нужно денег получить, сколько вы заслужили. Если вы получили много денег, а удовлетворения нет, вы все равно будете страдать. Ужасно наблюдать всех генераторов с их глубочайшей, глубочайшей фрустрацией ложного «я». Их ложное «я» заставляет смотреть на жизнь, как на тяжелую ношу, как будто они тащат весь этот груз через свое тело. Но по своей сути, генераторы — это божий дар. И это не просто выражение. Нет ничего похожего на генераторов, подобного им этим. Слезай. Люди очень часто задают мне один и тот же вопрос с большим принципом формы, который будет корректна для вас. Материальный план — это место, в котором вы не можете стать успешным в одиночку. Это значит, что, приняв решение из внутреннего авторитета, оно будет корректно только для вас, даже если оно разрушительное. Блин, загрузил конкретно. Я сегодня не нарядная, как вы видите, не накрашенная, с какой-то болячкой на щеке. Ну и ладно. Потом буду монтировать и думать, а, ну что мне так сложно было накраситься сегодня, чтобы быть красивой. А, я буду кушать сейчас бутербродик. Это зернистая колбаска дымов на черном хлебушке. Обожаю. Просто обожаю. Сейчас 23.01, и я принимаю решение поджарить грудки, потому что я очень не хочу, чтобы они стухли. А они стухли должны через час. Ну, типа, там написано срок годности до 5-го числа, а я очень не хочу этого. Поэтому я лучше сделаю грудки, даже если мы их не сожрем все. Мы хоть что-то съедим, чем вообще ничего. А еще мои съемки на завтра отменились. Жопа. Но они отменились не потому, что они навсегда отменились, а, короче, не из-за меня, по каким-то там техническим, не знаю, каким причинам. Они переносятся на следующую неделю. С одной стороны, жаль, конечно, потому что, ну, контент, типа. И вы не будете думать, что у меня скучная жизнь. Что меня бесит всегда больше всего. Не знаю, почему меня это раздражает. Может быть, в глубине души. Я думаю, что у меня скучная жизнь. Я не знаю. Но нужно выкинуть муку. Вот что я знаю. Господи, так мало времени! На грудки! Сейчас я переложиваю чай. Вот в такую фигню. Вот в такую фигню. Знаете, что самое милое в славе? Ну, не самое, а то, что просто его милость заключается в том, что он, во-первых, замечает мелочи, которые не всегда парни замечают. Типа он может увидеть то, что я сделала себе новые ресницы, обратить внимание на маникюр. Ну, типа, ну, мне, как девочке, которая все это любит и делает, для меня это очень важно и очень приятно. Точнее, это не на первом, конечно, месте стоит, что парень обязательно заметил, что я сделала себе новый маникюр. Но то, что он это замечает, это приятно. И он говорит, что если бы не я, он бы чай сюда просто закидывал. Вот просто закидывал бы и все. А из-за того, что он знает, что я люблю, когда вот так вот, ну, видите, да, он всегда тоже сам раскладывает так чай. Если я, например, не сделала или просто он решил это сделать, он его так же раскладывает. И как-то он мне сказал, что если бы не я, то он бы просто нахрен все туда выкинула, как пацаны там делают. А он раскладывает, и это очень мило, по-моему. Очень часто, когда вы смотрите какое-то видео мое или Славы, или даже у Карины с Оском тоже такая история, вы можете подумать, что у нас все плохо, у нас плохие отношения, потому что вы видите лишь какой-то маленький процент того, что мы вам показываем. Я думаю, что логично думать так, что если я, Карина, находимся в отношениях с конкретным человеком, то значит нам с ним хорошо. У нас так много стаканов, что приходится стакан в стакан ставить. И постоянно все дарят стаканы, кружки. И я сама тоже иногда, бывает, покупаю, когда вижу что-то нереально красивое. Типа, как вот этот. Видите, он с таким переливанием. Я не могу удержаться, когда такое вижу. Потому что все, что красивое для дома, это для меня взрыв мозга. Это все то, что мне надо. Так, панировка, сухари. Сейчас мне нужно яйца сюда разбить. Блин, яйца заканчиваются. Надеюсь, что двух вот таких яичек хватит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я должна тебе кое-что сообщить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видео, которое я вчера выстояла, влог. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помнишь, где мы с тобой ругались? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То, что ты бы встал, если бы ребенок вышел, а нет. Многие в комментариях пишут, что ты очень злой, высокомерный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да мне пофиг. Правда? Ну, себе плевать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты так уважаешь? Мой милый, я думал, ты расстроишься. Ну, что бывает. Я не должен вам всем нравиться, поэтому... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тебя ждали. А еще расскажи свою реакцию на Вивочку. Красивая собачка. Все приготовила, мы все поели с кайфом, поэтому сейчас можно сесть, домонтировать этот видос и отдыхать, кайфовать. А еще, кстати, не так уж и поздно. Ну, по моим жизненным меркам. Сколько сейчас, Зай? Ого, это что, мне рука вспотела? Пол первого. Сейчас пол первого всего. Сейчас за полчасика... Ну, не знаю, за сколько минут. Сейчас минут за сорок доделаю видосик. И кайф. Вот, завтра что я буду делать? Не знаю. Тусовать, отдыхать. Хочется пофоткаться. Хочется пофоткаться. Какую-нибудь сделать фотосессию прикольную. В общем, ладно, ребята, на этом все. Сегодня у меня был такой отдых, домашний день. Ну, отдых. Просто дома кайфовала. Сейчас я еще с вами попрощаюсь и буду еще стирать, убирать. И все в этом духе. И все. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Ждите следующие влоги. Смотрите предыдущие, кто вдруг не видел. Всех люблю, целую, обнимаю. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok